Мы будем восстанавливать так называемые неперспективные деревни и хутора. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Эпидемия и пандемия показала нам, у кого есть уголок на земле, тот никакой заразы не болеет. Поэтому я хочу, чтобы в следующей пятилетке мы определили те клочки земли, не застроенные, там, где есть неперспективные площади, надо их отдать людям. Я хочу, чтобы каждый белорус имел этот клочок земли, для того, чтобы он был здоров. И этот клочок земли, посмотрите, будет на вес золота. У вас, если вы не хотите там, на этом клочке земли жить, у вас всегда купят этот клочок земли. Уже это происходит. Почему у нас дорогие квартиры в Минске? Москвичи рынулись просто в Беларусь. Они деньги не считают, когда покупают в Минске и в других городах квартиры. И таким образом подхлестнули цены на рынки. Мы очень много жилья строим для очередников. Суть в том, чтобы своим дать квартире, а уже все остальное, элитное, там еще какое-то жилье. Пожалуйста, пусть приезжают москвичи. Они уже поняли, что Беларусь это спокойная, тихая страна, тихая гавань, где можно жить не только им, но и их детям. Я хочу, чтобы вы вот услышали меня. Если у вас есть хоть малейшая возможность заполучить этот клочок земли, я понимаю, что не у всех же есть сегодня денежные средства, накопленные для того, чтобы построить там дом. Построите со временем. Главное, что у вас будет клочок земли, огороженный заборчиком, куда вы можете на выходные приехать и привезти туда своих детей.